На Зране будет окончательно ликвидирована свалка, которая много лет причиняла неудобства местным жителям. Вопрос об этом был поднят на прошедшем диалоге с народом главы Ингушетии. Житель на Зране выразил благодарность за то, что здесь больше не выбрасывают отходы. Стоит отметить, что параллельно с закрытием свалок и их ликвидацией ведется работа по формированию новой, современной системы обращения с отходами. Крупные свалки в Назране, Молгобеке и в сельском поселении Нестеровское планируются ликвидировать в 2019 году. В рамках федеральной программы охрана окружающей среды на 2012-2020 годы. Комитетом уже проведен весь комплекс работы, направленный на ликвидацию свалки. Разработаны проектные документы по ликвидации свалки, прошедшие государственную экологическую экспертизу. Весь пакет документов вместе с заявками передаем в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На сегодняшний день правительством России подготовлен проект постановления, включающий вот эти две свалки. И после того, как будет утверждено это постановление, будет решен полностью вопрос о финансировании работ по ликвидации свалки. Кроме того, помимо вот этих двух свалок, мы планируем ликвидировать все свалки на территории Республики Ингушетия. Их всего насчитывается, считай, вот эти две свалки, их всего насчитывается 19 свалок. Сейчас ведется работа по разработке проектной документации по ликвидации свалки в городе Молгобек. Также планируется ликвидация свалки города Карабулак. Почему мы взяли в первую очередь свалки городов? Потому что по указу президента, майскому указу президента Российской Федерации, в ближайшее время нужно ликвидировать все свалки в границах городов. В связи с этим, в результате того объема работы, который мы планируем выполнить, мы уже в 2020 году выполним поручение президента. Хотя нам дается время до 2024 года, чтобы сделать эту работу. А при этом до конца 2023 года мы ликвидируем все свалки на территории Республики. И сельские, и городские, и все, что у нас есть.